Всем привет! В эфире Матрица. Первая в Центральной Азии молодежная программа, рассказывающая об интернет-сервисах, гаджетах и людях, которые все это придумывают и используют. В студии Алена Цихоцкая и Данияр Даутов. Смотрите сегодня в программе. Телефон новый, а проблемы с ним старые. Как диагностировать проблемы в телефоне до его покупки? Разбиралась Алена Цихоцкая. В огне не горят и в воде не тонут. Гаджеты для экстрима испытывал Олег Болдырев. О, Ален, я знаю, что подарить тебе на день рождения. Люблю подарки. И что же ты хочешь мне подарить? Умную кастрюлю. Это намек на то, что я готовить не люблю? Почему же намек? Ну, просто, возможно, с ней ты как раз-таки полюбишь готовить. Да и вообще она тебе помогать будет. Как? Ну, как. Об этом мы расскажем в свежем выпуске матричных новостей. В Лас-Вегасе открыта ежегодная выставка CES. Выставка цифровых технологий проводится лишь раз в год, в январе. На ней производители демонстрируют свои новинки на год грядущий. Например, в этом году одной из компаний была представлена самая умная кастрюля в мире. Она может приготовить кашу, мясо, сварить рис и сделать йогурт. Управляется по Bluetooth с вашего смартфона, где вы можете хранить также любимые рецепты и только нажимать горшочек вари. Ну, а корпорация Asus представила Transformer Book Duet. Это гибрид ноутбука и планшет, работающих на базе Windows и Android. Еще компаниями Samsung и LG были показаны гнущиеся и изогнутые телевизоры, бытовая техника, которая будет переписываться с ее владельцами, а также несколько уже известных нам гаджетов, вроде планшетов и смартфонов. В Узбекистане смартфон поможет стать ближе к звездам. Пользователям стало доступно приложение, которое позволяет пригласить к себе на праздник звезд узбекской эстрады. Приложение содержит каталог исполнителей и информацию, необходимую для связи с ними. iShow.uz – именно так называется приложение, и оно предлагает сразу несколько способов связаться со звездой. Позвонить, написать по электронной почте, посмотреть персональный сайт и видеоклипы. А также имеется возможность быстрого просмотра страниц звезд в социальных сетях – Facebook, Twitter, Instagram. Приложение является бесплатным. Сайт «Матрицы» теперь на таджикском и узбекском языках. Программа «Матрица» открыла два новых сайта на таджикском и узбекском языке. Теперь еще больше новостей и информации на родном для вас языке. Интервью с блогерами, предстоящие события из мира интернета и новых технологий. А также интересные статьи и обзоры. В Узбекистане ищите нас по адресу matrixdefizuz.com, а в Таджикистане – matrixdefiztv.tj. А также ищите аккаунты новых сайтов в социальных сетях – Facebook, ВКонтакте, Twitter. Google Translate приглашает волонтеров из Центральной Азии. Google Translate – это бесплатный сервис автоматического перевода, который поддерживает несколько десятков языков. Google Переводчик использует характерные фрагменты текста из сотен миллионов документов и создает лучший вариант перевода на их основе. Находя типичные конструкции в текстах, переведенные людьми, Google Переводчик может сделать определенное предположение о том, каким должен быть перевод. Вы хотите, чтобы ваш язык тоже поддерживался сервисом Google Translate? Теперь вы можете стать официальным волонтером и помочь Google запустить Google Translate на казахском, кыргызском, таджикском, туркменском и узбекском языках. О, я, я, я. Я хочу быть волонтером. Что для этого делать нужно? А что для этого нужно делать и где зарегистрироваться, смотрите у нас на сайте matrixdefiz.tv. Ну, а также подписывайтесь на нас в социальных сетях и читайте только самые свежие новости из мира интернета и IT-технологий. Слушай, да в чем проблема, я не понимаю. Что такое? Ты себе новый телефон, что ли, купил? Старый. В смысле? Ну, в смысле, для меня он, конечно, новый, но я его с рук взял, бэушный. О, это же очень опасно. Ты же не знаешь, что с ним делал старый хозяин. Ну, в том-то и проблема, что вот он теперь что-то глючить начал, а когда покупал, вроде все хорошо было. А ты когда покупал, проверил его? Как бы я его проверил? Я же не мастер. Ну, позвонил бы мне, я бы тебе все рассказала. При покупке телефон проверять обязательно надо. И новый, и бывший в употреблении тем более. И сделать это может обычный человек, такой как ты или я. Новый телефон – это всегда повод для радости. Главное, чтобы эта радость не закончилась сразу после покупки. Здравствуйте. Добрый день. У меня вот телефон сломался. У многих счастливых обладателей даже новых смартфонов нередко возникают проблемы. Заводской брак не сразу можно заметить при тестировании телефона в магазине. А покупая телефон бывшего в употреблении, вы вообще не можете знать, с какими проблемами столкнетесь. Телефон могут уронить, мастерскую отремонтировать, поставить его на продажу. Могут быть микротрещины в плате, может быть отслоение первого слоя платы. Также очень часто это, если телефон упал в воду, человек уже боится пользоваться этим телефоном, потому что этот телефон его может подвести в любой неподходящий момент. В связи с этим мы решили помочь всем потенциальным покупателям новых и старых смартфонов и рассказать, как самостоятельно можно проверить смартфон при покупке. Например, в новых планшотофонах с большим экраном часто бывают битые пиксели, то есть черные точки на экране. Узнать об этом можно так. Берете новый телефон в руки, включаете камеру и фотографируете белый листок бумаги, обычный. Если у вас на белом фоне где-то появится зеленая, синяя, красная, черная точка, то это уже выбитый пиксель на самом дисплее. На работоспособность аппарата это никак не повлияет, но все-таки новый телефон хочется получить в идеальном состоянии. Также при покупке телефона необходимо проверить работу Wi-Fi. Даже в новых телефонах с ним возникают проблемы. Очень часто у Wi-Fi больное место – это то, что выходит из строя сама антенна Wi-Fi внутри телефона. Чаще всего это происходит из-за падения телефона, например, при транспортировке или выставлении товара на полке. Вы подошли когда к модему вашему Wi-Fi, и он нашел и подключился. Это не говорит о том, что он уже отработает. Вы от модема отойдите примерно на метра 3-4. Если он сеть потерял Wi-Fi, то значит у вас нет контакта с Wi-Fi антенной внутри телефона. Причем это лучше сделать еще в магазине, так сказать, не отходя от кассы. Подключитесь к точке доступа в магазине и попробуйте открыть в Гугле, например, картинки. Далее проверяем работу GPS. Так ли точно определяет телефон ваше местоположение? Для проверки необходимо скачать программу GPS-тест для Android-смартфона. Это приложение лично для меня довольно полезное. Я с помощью него вижу, сколько спутников мой планшет или устройство видит, сколько спутников использует. При запуске программы вы увидите, сколько спутников нашел ваш телефон и сколько использует для определения местоположения. Естественно, чем больше спутников он находит и использует, тем точнее будут координаты. Но минимум ваш аппарат должен найти хотя бы три спутника. Лучше всего GPS-тест запускать где-нибудь на улице. Если ваше устройство довольно быстро, в течение нескольких секунд, поймает как минимум три спутника, с помощью которых можно принять свои координаты, это хорошо. Теперь относительно смартфонов, бывших в употреблении. Часто люди, утопив свой телефон, сушат его, а потом продают. Но есть один прием, как легко отличить утопленника. На многих аккумуляторах есть белые стикеры. Если индикатор белого цвета, значит в телефоне не было ни влаги, ни попадания в воды. Если индикатор красный либо начинает краснеть, значит была какая-то влага, либо вода. Да и вообще, бывший в употреблении смартфон лучше хорошенько осмотреть, чтобы потом сюрпризов не было. Можно проверить, это его просто внешне осмотреть, чтобы не было сломано гнездо зарядки, чтобы не было сильных ударов. То есть там, где вмятины, в этом районе на плате уже могут, в принципе, начаться те или иные проблемы. Еще один способ проверить телефон – приложение Android SensorBox. С его помощью можно посмотреть, правильно ли работают встроенные в смартфон датчики, компас, акселерометр и другие. Приложение полезное. Вы с помощью него можете тестировать различные ваши сенсоры. Но вы должны знать, какой сенсор, как должен работать. Включите этот сенсор, и если у вас планшет будет просто лежать, он вам ничего не сделает. Если это акселерометр, вам придется взять его в руки, потормошить и посмотреть, как у вас этот сенсор тормошится. Также с помощью этой программки можно проверить микрофон на устройстве, протестировав датчик звука. Если все жалуются, что ты говоришь тихо в телефоне, а ты на этой стороне орешь в трубку, может, стоит проверить датчик громкости звука. Ну а чтобы проверить все датчики на айфоне, можно просто скачать какую-нибудь мощную игру. Например, игру Asphalt 8 на взлет. В ней задействованы все возможные датчики и сенсоры. Когда ты начинаешь вот так вот его болтать, чтобы автомобиль подпрыгнул, ты проверяешь акселерометр. Когда ты начинаешь развивающивать экран так, ты проверяешь свой компас и так далее. В общем, проверка телефона – вещь серьезная. Именно от нее будет зависеть ваше настроение после покупки долгожданного гаджета. Поэтому за всеми подробностями, дополнениями и инструкциями ждем вас на нашем сайте matrix-defici.tv Ален, вот ты как думаешь, зимой какой гаджет самый важный? Ну, айфон, конечно, он важен круглогодично. Ну, по крайней мере, для меня. А вот если у тебя, ну, к примеру, да, руки отмерзнут, он-то тебе и не пригодится. Ну, почему сразу отмерзнут? Есть же перчатки. А есть еще лучше – самонагревающиеся варежки. С новыми варежками Picaterm 930 ваши руки никогда не замерзнут. Благодаря многослойной конструкции и отопительным элементам, которые расположены на тыльной стороне руки и пальцев, варежки могут нагреваться до 42 градусов. Стоит такое чудо техники от 100 долларов и выше. А что, очень даже полезная вещь. Надо будет обязательно купить для походов в горы. Ты, когда в горы пойдешь, не забудь и другие гаджеты для экстрима. Ведь это самое главное во время активного отдыха. Это программа «Матрица». С вами Александр Териков. Казахстанский каскадер Александр Териков прошел огонь и воду. Каждый день он рискует жизнью, выполняя сложные трюки. Вот и гаджеты, которыми он пользуется, предназначены только для киношных номеров. Такие пульты используются для пиротехнических зарядов, имитации попадания гранат, имитации попадания пульта. Он дистанционный, вытаскивается пультик, все, и нажимается сколько нужно по команде режиссера. Либо мы смотрим в монитор и сами смотрим, когда в кадр попадает то место, где должен взорваться снаряд. Вот мы стоим и нажимаем бах-бах-бах. Такое оборудование требует бережного обращения и грамотной настройки. Если раньше этим занимались каскадеры, то сейчас справляется компьютер. Настраиваются пульты с помощью компьютера, да. То есть чувствительность. И каждый пульт программируется на свою частоту, чтобы они друг друга не перебивали. Каскадеры, как и саперы, ошибаются только один раз. Поэтому подготовка спецоборудования перед трюком может занять несколько дней. Любая ошибка в работе техники и каких-то наших устройств – это уже риск для жизни для каскадера. Уже не только для каскадера, но и для всей съемочной группы. В тех случаях, когда человек и техника не могут справиться с трюком, выручает вот такой вот каскадерский лед. А теперь вернемся в лето. Наверняка вы тоже любите отдыхать активно, да еще при этом фотографироваться с друзьями и видео снимать. А на что снимаете? Скорее всего, на обычные фотоаппараты или смартфоны. А ведь можно воспользоваться и специальными экстрим-камерами. Сакен – член казахстанской команды по даунхиллу – скоростному спуску с гор. И на такую камеру уже снял несколько тысяч фотографий и десяток часов видео. Ну, началось с того, что я случайно написал на ютубе «даунхилл». Потому что мне поскали друзья, что это как бы очень интересный и красивый спорт. Я написал, мне его очень понравилось. И через месяц я уже купил велосипед. Затем Сакен стал сам снимать горные спуски и выкладывать видео в ютуб. И несмотря на то, что на его канале опубликовано всего несколько роликов, самое популярное видео просмотрели уже пять тысяч раз. Ну, это личное портфолио для друзей, в основном для спонсоров. Ну, и для себя, чтобы каждый раз просмотреть, какие ошибки я делаю, что можно улучшить. Благодаря небольшим размерам и весу, камеры GoPro у любителей экстремального отдыха очень популярны. Они и видео могут снимать, и фотографировать. Кстати, большинство экстремальных роликов в сети сняты именно этой камерой. Ведь главное ее достоинство – она противоударная. Для любителей поплавать тоже много интересного придумали. Если не собираетесь снимать морскую живность больше, чем на глубине двух-трех метров, то вполне сгодится специальный мешок из резины и пластика. Стоит он, в зависимости от модели камеры, от 50 до 150 долларов. Это чуждая нам среда, то есть под водой. Ощущение космоса, ощущение свободного полета. И, естественно, куча эмоций. Под водой встречается много уникальных всяких интересных вещей. И каждому хочется поделиться этими эмоциями. То есть, поэтому и некоторые целенаправленно занимаются только фотографией. Ныряют только для того, чтобы фотографировать под водой. Некоторые занимаются только подводной видеосъемкой, для того, чтобы потом в дальнейшем монтировать какие-то фильмы, делать передачи. То есть, мы не преследуем какую-то коммерческую цель наших видеосъемок. То есть, мы это делаем для себя. Принцип работы подводной камеры простой. Она помещается в водонепроницаемый контейнер, из которого и снимает. Стоит такой бокс недешево, в пределах нескольких тысяч долларов. Но лучше уж не экономить на защите, чем потом покупать новую камеру. То есть, это единственный, один из немногих боксов, который полностью поддерживает все функции фотоаппарата. То есть, из металлических, то есть, есть упрощенные версии, как бы, боксов. Вот. Они поддерживают основные какие-то функции. В случае попадания воды, у него звуковой сигнал и лампочка контрольная. Видите, горит? Сейчас найти себе гаджет по потребностям и по возможностям – не проблема. Так почему бы не подобрать себе камеру или смартфон под свой образ жизни? И переживать за свои гаджеты потом не придется. Даник, а вот ты знал, что сейчас существуют аудио-соцсети? А как это аудио? Ну, вот в Инстаграм фото выкладывают, а здесь выкладывают звук, то есть аудиозаписи. Зачем? Ну, в последнее время музыканты через них даже группы себе ищут. Удобно же? Наверное, удобно. Я не знаю, я не музыкант, мне как-то этого не понять. Ну, зато ты можешь подкасты, ну, свои аудиоразмышления в интернет выкладывать через эти сервисы, закидывать и чтобы все слушали. И как называются такие соцсети? Ссылку дай. А ссылки смотри в нашей постоянной рубрике «Найдено в сети». Там сегодня все про это. Звуковое сообщение, отправленное друзьям по почте или в социальных сетях, размещенное на сайте или в блоге, расскажет о событии в разы больше, чем обычная текстовая запись. Вы можете передать не только информацию, но и свои эмоции, настроение. А если вы увлекаетесь пением, сочнением песен или хотели бы быть в курсе самых последних новинок в мире музыки, радиопередачи подкастов, наша подборка онлайн-сервисов для записи звуковых сообщений будет вам полезна. Вукаро.ком – самая простейшая программа из всех возможных. Для того, чтобы ее использовать, не требуется ни регистрации, ни установки. Можно закачать уже готовый файл или записать свое аудиопослание. Все, что нужно – работающий микрофон. Нажимаем красную кнопочку и готово. После окончания записи Вукаро предлагает вам послушать результат и решить, все ли вас устраивает или вы хотите попробовать еще раз. Если все нормально – делитесь. Вставляйте код в ваш блог, скачивайте файл в разных форматах, расшаривайте в соцсетях – ВКонтакте, Твиттере, Фейсбуке и Гугл+. Аудиобу.фм – не просто сервис для создания аудиозаписей, а целая социальная сеть любителей записывать звуки, музыку и голоса. Сайт на английском языке. Большинство записей тоже, и это может стать хорошим подспорьем для тех, кто тренирует язык. Чтобы зайти на сервис, нужно зарегистрироваться или указать свой аккаунт в Твиттере. В левой колонке расположены категории записей. Здесь вы найдете культуру, спорт, бизнес и многое другое. А в каждой рубрике – подкасты или коротенькие радиопрограммы по теме. Короткие, потому что бесплатный тариф предполагает размещение сообщений не длиннее трех минут. Но ведь и за три минуты можно успеть сказать многое. Записи можно комментировать, делиться ими в Твиттер, Фейсбук и Тамблер. А за любимыми авторами – следовать. Еще одна полезная функция сервиса – мобильные приложения для смартфонов на Android, iOS и Windows Phone. Теперь вы можете создавать аудиошедевры и с помощью телефонов. Soundcloud.com – один из самых известных и удобных сервисов для загрузки, распространения, обмена и обсуждения аудиозаписей любого формата. Хотя в большинстве своем записи музыкальные. Если вы ищете подходящий сервис для того, чтобы поделиться с миром готовыми записями, смело выбирайте soundcloud.com. Его знают почти все. Здесь есть и продюсеры, и музыканты, и композиторы, и певцы. Чтобы стать частью Soundcloud-сообщества, нужно зарегистрироваться или зайти с помощью аккаунтов в Facebook или Google+. Теперь и вы можете слушать самых талантливых авторов нашего времени, комментировать их работы, следить за новинками и размещать свои аудиосообщения или музыкальные композиции. Длина записи ограничивается 120 минутами. К записи можно создать подробное описание, распространить ее в Twitter, Facebook, ВКонтакте или отправить по почте. Soundcloud.com также замечательно работает в виде приложений для смартфонов на операционной системе Android и iOS. Рекорд-mp3.org еще один бесплатный инструмент для записи аудиосообщений. Он будет удобен тем, кто не ставит перед собой цели входить в сообщество подкастеров и музыкантов, а хочет лишь добавлять свои звуковые комментарии в социальные сети или в свой блог. Вам нужен лишь микрофон. Когда запись будет завершена, вы получите ссылку, которую можно отправить по почте. Файл также легко скачать в формате MP3. Мы будем рады вашим аудиозаписям, музыкальным работам и подкастам. Присылайте их к нам на почту. matrix.internews.kyz или в виде сообщений в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и Мой Мир. У нас на этом все. Если что-то не поняли или не записали, ищите на сайте matrix.dfc.tv Новый выпуск программы ровно через неделю. С вами был Даньяр Даутов. Я Алена Цихоцкая. Пока. Кинотеатр по мотивам YouTube или проектор из коробки для смартфона и ноутбука своими руками. Новые технологии на благо общества. Электронный бизнес с другой точки зрения рассматривала Алена Цихоцкая. Жизнь в Кобе или новое телевидение в интернете. Олег Болдырев разбирался с новым веянием всемирной сети. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok